всем привет это орланда флорида сша самое доброе доброе утро сейчас 11 мая шестнадцатого года дорога будет не очень интересная очередное автомобильное видео на тема по-моему очень такая интересная которая касается каждого и особенно актуально для америки значит стоматология сша значит какие способы есть к сожалению не удалось я побывал просто врача у стоматолога и к сожалению не удалось снять оттуда никакой репортаж но вот расскажу пока свежие впечатления и информация пока свежая значит вообще если в общем копнуть какие дешевые доступны более-менее по цене стоматологические услуги в сша значит я знаю их два вида ну как всем наверное известно по всему миру что здесь медицина в общем дорогая и уж особенно стоматологические услуги очень-очень дорогие даже к сравнению местных зарплат ну допустим вот пломба может стоить в районе 500 долларов это самая обычная пломба без удаления канала допустим с удалением канала когда карис пошел в самые там корни уже то и дороже 1000 долларов удаление зуба вот буквально друг делал в другом штате правда но это не так принципиально штат недорогой не калифорния удаление зуба стоило 350 долларов и то это считается достаточно неплохой ценой это кстати без страховки страховка да какие-то части покрывает но совсем самые малые но это другой разговор в общем какие дешевые два способа я знаю стоматологических услуг первое это есть при учебных заведениях значит вы получаете с неким кроликом подопытным вы туда приходите и за малые деньги вам оказывают студенту стоматологические услуги под наблюдением учителей опытных стоматологов но я не знаю насколько можно вот этому способу доверять и смотря в каких опять же услугах да и второй способ дешевых стоматологических услуг это есть такие клиники где я не знаю как как там досконально эта система устроена но насколько я слышал что почему там очень дешево потому что врачи занимаются ну по ходу для своего налогообложения видимо это там какой-то плюс идет о некой благотворительностью в общем они туда ходят выходные свои или после работы и оказывают стоматологические услуги по очень-очень низким ценам кстати это могут быть хорошие врачи и якобы у них там за это за то что они оказывают бедным людям нуждающимся вот по совсем уж дешевке вот эти услуги якобы им там скостятся какие-то налоги ну в общем я не знаю когда система работает досконально в общем на выходе вот люди рассказывали мне что что 20 долларов стоит в общем серии все рентгены там сделают вам назначат значит и общем пломбы поделают в общем все 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 якобы все это входит в 20 долларов но чуть-чуть попозже у меня будет более доскональная информация об этом способе вот если узнаю то поделюсь а сейчас расскажу вот о первом способе которые которым я воспользовался а вот пойти к студентам почему я пошел потому что почему они побоялся хотя я этого всего боюсь не профессионалов да а потому что это во первых услуга очистки зубов то есть это не пломбирование это не удаление не протезирование не так далее это просто чистка зубов и это человек уже учится получается что-то там короче она училась девушка три года в колледже и вот два года в институте то есть пять лет уже этим заниматься и вот у нее под последний курс следующий год шестой получается и она заканчивает вот плюс я как вообще на это все дело вышел я у людмилы форида ялта опять же по ее стопам по орланда увидел видео где она ходила на эту чистку зубов правда к другой девушке эта девушка уже закончила обучение она на последнем курсе была и я вышел 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 на контакт в общем нашел и вот попал на прием буквально вот вчера ну и вот что могу сказать значит это старейшие многоуважаемые институт колледж ну институт колледж здесь одно и то же насколько я понял значит 1890 году если верить там вывески он основан валенсия колледж и в общем там вот эта клиника она прямо называется dental clinic то есть томатологическая клиника при институте и там пришли люди много людей и каждого нас разобрал студент себе одного человека взял пациента и вот меня взяла вот русская взяла русскоговорящая девушка очень приятная из россии по моему она и там целые такие то есть огромная аудитория с разделениями как такие как стены не стены в общем у каждого студента получался свой кабинет полноценный а выглядит это все намного круче чем порой наши в россии кабинет и в скромных клиниках но если по нашим то такая дорогая хорошая частная частный стоматологический кабинет так это все выглядит в общем шикарное оборудование и стоило это всего лишь 20 долларов единственное что у вас то займет порядка трех часов а почему так долго а там она очень долгий осмотр делала то есть смотрела челюсти лимфоузлы повреждения щек прикусы закусы шею там в общем все смотрела язык под языком в общем каждый зуб там рассматривала все это она к не конспектировала вносила данные получается там в компьютер драма долго и нудно там смотрели и значит описывали они какие вот я лекарства принимаю допустим там даже витамины а как они могут там повлиять там вот какие осложнения да а потом подходил главный профессор все это сверял проверял ее и потом подходил еще одна женщина профессор которая давала окончательную так сказать и оценку да и потом уже сама чистка была значит из всего времени она заняла там минут 40 45 и то потому что у меня очень мало налета было то есть я чистил перед отъездом примерно в сентябре 15 года то есть у меня налета не так много я не курю единственное что из такого вредного я пью много чая черного поэтому он естественно красится и на зубах вот с внутренней стороны немножко было налетом в общем они меня отнесли категории А то есть это категория с наименьшим количеством зубного камня соответственно с такой категории с таким количеством налета очистится это все ручным методом такая ручная кропотливая работа такими специальными как стоматологическими я не знаю как они называются ножиками или чем шпателями вот а причем в россии мне всегда чистили машинками то есть там лазерные или не знаю какие они в общем разрушающий камень то есть просто такой аппарат с тонким наконечником то есть он толком даже не прислонялся к зубу и здесь было мое удивление почему именно вот она скоплила все на что она говорит что это вот для такого количества камня самое лучшее то есть это никак не повреждает понятно эмаль и это такая хорошая ручная работа которая уберет даже вот среди между зубов все хорошо то есть машинка хорошо очень убирает именно с внутренней стороны с внешней зуба но не с боковой вот и да понятно машинка быстрее поэтому мне и делали это в россии именно машинками аппаратами в общем и машинки потом мне был нанесен какой-то там супер-пупер слой фтора после чисток которые наносится в общем он как пленка покрывает зубы и как бы все вот эти какие-то то что потревожили эмаль десны да он как бы заживляет этот слой потом через 4-6 часов это все отваливается такими прозрачными штуками прозрачными пленочками вот и собственно вот такая процедура а плюс мы там понадавали всяких там и нити и паст и зубных щеток и в общем чего только не понадавали и ополаскиватель так что все очень так приятно и на высоком уровне а потом опять же проверяли профессора опять же мужчина и женщина подходили по очередности проверяли ее работу выставляли и оценку ну в общем вот так вот так значит что хочется сказать по той информации которого там не поведала об этой системе стоматологии и об уходе за зубами ну вот о системе значит интересно что что она обучается на профессию как то там она называется я не не скажу к сожалению в общем это профессия это специальность у нас ее нет на просторах наших стран в Америке она есть в общем грубо говоря по нашему если так не очень корректно сказать это как медсестра ну в общем чем она занимается чем она будет заниматься значит это как постоянный врач к человеку ну как у нас вот получается присоединяется присоединяется как это называется участковый врач что ли да также здесь по зубам личные как бы врач на каждого человека ну кто хочет понятно и вот к этому врачу люди ходят каждые полгода на плановые получается осмотры и в эти осмотры в этот врач понятно делает осмотр делает чистку зубного камня который понятно разрушает эмаль приводит к бактериям к раздражению десен кровоточивости к расшатыванию зубов да и кариусу все это дело убирает чистит по желанию клиента если он хочет отбеливает пломбы они не делают пломбы они делают они могут делать их обучают в том числе и пломбам но они делают это как медсестры при докторах если делают а так их задача предотвратить поступление человека к основному доктору то есть предотвратить кариес чтобы человек не попал к основным докторам которые делают ломбы протезирование и так далее то есть это вот сложно объяснить потому что у нас такого нет и мы это не очень понимаем то есть мы как ходим к зубному кариес появился зуб заболел опухло пол лица мы бежим к врачу правильно ну в основном а здесь же люди американцы почему у них хорошие известные на весь мир улыбки потому что собственно они во первых улыбаются с детства это в культуре во вторых это нужно чтобы это смотрелось нормально поэтому здесь уход за зубами именно идет уход за зубами очень активный то есть здесь на каждом шагу продаются средства по уходу нити и так далее то есть это все видно и понятно что то есть основные доктора пломбирования очень дорого и люди ходят вот таким врачам и за счет этого тоже экономят хорошие средства то есть с помощью вот именно плановых осмотров вот таких врачей врачей не врачей не знаю как назвать а врачей ну просто свои более узкой такой своего узкого профиля то есть у нас как у нас врач обычно делает и отбеливание и пломбы и протезирование у нас в основном универсалы да то есть все услуги здесь нет более так узко все то есть те врачи которые делают пломбы они отбеливанием в основном допустим не занимаются а по ходу что интересного она сказала у меня было такое мнение что зубы нельзя никак травмировать лишние какими-то там нитями палками в общем что она утверждает а вот этими палочками зубными ни в коем случае нельзя очистить зубы зубочистками да потому что они широкие они очень грубо травмируют десна и они со временем если ими активно пользоваться к сожалению расширяют пространство между зубами что не очень хорошо то есть расширяют пространство для для микробов да для пищи которая там будет гнить вот потому что не всегда правильно у нас есть возможность почистить зубы и а вот нитями как раз таки очень-очень даже нужно необходимо чистить зубы пространство между зубами хотя бы раз в идеале два раза в день и причем чистить нужно лучше вот натягивающие нитями то есть и делать вот вы пространство нитку получается поместили и делаете букву С в одну сторону трете и в другую сторону С то есть некий такой знак Шанель и получается вы чистите не только прямое пространство между зубами но и чуть-чуть углы как бы зуба тоже очищаете от камня и в общем вы убираете вот этот камень который получается идет в десенное пространство между зубами и десной и приводит ко всякого рода плохим последствиям а потом понятно чистить зубы нужно два раза в день нужно использовать электронную щетку потому что она без лишнего то есть в чем минус обычной щетки во-первых вы сильно давите расшатывая зубы во-вторых обычной щеткой нужно париться определенные движения совершать там задние зубы снизу вверх вести передние зубы круговыми движениями передней части в общем целое дело электронная же щетка делает все это за вас то есть вы просто ее вводите от зуба к зубу и не паритесь то есть она делает правильные круговые движения без лишнего упора напора и стоят они сейчас копейки вот у меня Oral-B ей уже я не знаю сколько лет пять это не самая дорогая щетка и все 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 мне нравится нужно заменять периодически вот эти головки потому что на них понятно накапливается всякая гадость вот и нужно держать щетку сухой то есть тут же ее полотенце высушивать чтобы на нее не скапливались всякая гадость после чистки зубов нужно по-хорошему чуть-чуть по мылу пройтись щеткой или полить допустим каким-нибудь там раствором да вот что еще интересно обязательно полоскать нужно тоже два раза в день вот этими фтора содержащими ополаскивателями вот ну и в общем вот этими всеми способами получается продлевать жизнь своих зубов и конечно в Америке особенно нужно за этим следить потому что дороги очень очень эти услуги и тут получается все частники они хотят все заработать и даже если к сожалению она говорит у вас обычно там небольшой кариес где требуется маленькая пломба просто сверху к сожалению чтобы больше заработать они могут вам сказать что у вас там нужно удалять канал и за счет этого понятно снять вас в три раза дороже но это вам не нужно и в итоге вам убрать этот канал и уменьшить жизнь зуба и это конечно очень печально но вот к сожалению такие случаи бывают то есть все хотят заработать понятно но вам это принесет вред то есть понятно что зуб без канала это уже не то здоровый зуб правильно вот еще она рассказывала что отбеливание это конечно эстетически выглядит прикольно белые-белые зубы но это неестественно и это немножко портит зубы и если часто увлекаться отбеливанием то к сожалению вот этот слой эмали постепенно он будет травмироваться разрушаться и в общем ничего хорошего не будет а плюс в америке популярны очень виниры или как они виниры по-моему винилы в общем это такие как наклейки на зубы на передней части они делают зубы ну получается искусственную переднюю часть и в чем их минус чтобы их посадить на зуб то есть зуб приходится обтачивать соответственно снимать слой эмали и портить ну ваш настоящий зуб в общем там за ними нужен жуткий уход и чуть-чуть там запустить все в общем это очень недорого и проблемно в общем вот вроде бы все что помнилось рассказал все всем большого здоровья пока пока